МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ровно 55 лет назад в этом здании на берегу Волги произошло событие, которое потом назвали революцией в российской офтальмологии. 34-летний хирург Святослав Федоров провел первую в Советском Союзе операцию по пересадке искусственного хрусталика. Это потом у него будут самые современные операционные, и помочь ему сочтут за честь лучшие ученые физики, химики, механики и ювелиры страны. А тогда, в июле 60-го года, было лишь бритвенное лезвие спутник, микроскоп, закрепленный на тумбочке толстыми книгами, чтобы не упал на больную, и пластмассовый хрусталик, выточенный на кухне у Федорова, слесарем Чебоксарского электроаппаратного завода Семеном Мильманом. Операция прошла успешно. Уже через день 12-летняя пациентка Лена Петрова начала видеть на 30-40%. Пройдет всего лишь год, и Святославу Федорову запретят ставить эксперименты на людях. Всю его работу объявят ненаучной. Ему придется уволиться и уехать из Чебоксар. Но 60-й год станет поворотным не только для молодого доктора, но и всей советской офтальмологии. В этом здании на улице Сеспеля почти за 80 лет его существования работало много одаренных врачей, но таких, как Святослав Федоров, больше не было. Я вообще всегда говорила, что он родился раньше, чем можно. Его век должен был бы начаться где-нибудь в конце 21-го века. Но вот он жил в это время и много очень сделал, я поэтому думаю, что это все будет оценено. И все годы, когда мы с ним приезжали, здесь была удивительная обстановка, здесь были удивительные встречи, здесь потрясающие люди. И с каждым разом, приезжая сюда, я все больше и больше убеждаюсь, здесь видит какая-то малая его родина. Это здание чебоксарские историки до сих пор называют Трахоматозным институтом. Его начали строить в 30-м году, как первый в Поволжье научный центр по борьбе с Трахомой. Болезнь распространялась как эпидемия и вела к полной слепоте. От нее страдали и в Мариэл, и в Мордовии, и в Татарстане, но устрашающих масштабов она достигла именно в Чувашии. В начале 20-х две трети населения республики были больны Трахомой. Причем крестьяне в деревнях предпочитали лечиться не у врачей, а колдунов. Иммунитет после перенесенной болезни не вырабатывался, и люди легко заражались снова. Пока они видели, они не обращались. А когда уже обращались, они уже совсем переставали видеть. И чаще всего, конечно, приходилось этих пациентов уже оперировать. Практически они проводили каждый день операции, и с утра до вечера находились эти доктора-хирурги в операционных. Эту больницу в Чебоксарах достроили только к 37-му году, когда уровень затрахомленности, был тогда такой термин, уже значительно снизился. Тем не менее, работы у глазных хирургов хватало. Они делали по 3-4 операции каждый день. Причем специалисты были не местные. Доктор медицинских наук Василий Черковский приехал из Казани. Профессор Алексей Чемолосов из Смоленска. За борьбу с Трахомой оба получили орден Трудового Красного Знамени. Чемолосову, кстати, в Чебоксарах пришлось оперировать не только крестьян, но и раненых бойцов. Но это будет позже, уже во время войны. Я начинал он свою биографию врача как военный медик, и он заканчивал военно-медицинскую академию. И вот как раз его знания, которые он приобрел еще в ходе Первой мировой войны, здесь пригодились. Здание даже по нынешним меркам считается немаленьким. А тогда оно и вовсе казалось огромным. Больница была рассчитана на 250 коек. Коридор запроектировали просторный, чтобы можно было разойтись с носилками. А вот палаты небольшие. Но за счет вытянутых окон света в них было много. Здание построено и проектировалось в формах конструктивизма. Это течение, которое было очень популярно, начиная с конца 20-х годов, а в 30-е уже практически стало ведущим архитектурным стилем в Советском Союзе. Здесь игра плоскостей, отсутствие какого-либо декора, игра объемов. А главное, самое пристальное и такое вот принципиальное отношение к функциональному назначению здания. Здесь все продумано на мелочи. Может быть, поэтому здесь всегда были лечебные учреждения. Лишь несколько лет назад здание передали Институту совершенствования врачей и палаты переделали под учебные классы. Проект больницы создал Илья Авакомов. Местный архитектор, получивший образование в Москве. Вот только в Чувашии работать ему не дали. Он проектировал для Златоуста, Томска, Ешкаролы, был главным архитектором Оренбурга и Новороссийска, а в родных Чебоксарах стоят лишь три его здания. В 1934 году Авакомов уехал отсюда и даже не увидел глазную больницу достроенной. Без него проект доработали. В этом здании уже проступают черты сталинского ампира, пришедшего на смену конструктивизму. Нужно только вглядеться. В 1937 году добавили декор, вот эти вертикальные выступы стены, пилястры и филенку. Хотя архитекторы-конструктивисты нещадно избавлялись от всяких украшательств. Этот стиль очень не нравился вождю всех народов и другу архитектора, товарищу Сталину. Он прямо говорил, что у конструктивизма как архитектурный стиль будущего нет товарища. И в 1937 году принимаются резкие меры по, так сказать, прекращению функционирования и проектирования, и строительства в данном стиле. Есть у этого здания один секрет, который обычным прохожим ни за что не раскрыть. Нужно взглянуть на план. Глазную больницу Авакумов сконструировал в виде самолета. Это фюзеляж. Раз и полетит сквозь века произведение архитектора. Конструктивизм считался авангардистским стилем. Архитекторы придавали своим зданиям форму самолетов, паровозов, кораблей. Центр по борьбе с Трахомой Авакумов мог спроектировать и в виде глаза. Трахому здесь лечили недолго. До июня 41-го. Уже на второй день войны врачи узнали, что их научный центр станет эвакогоспиталем. Уже 23 июня 1941 года было принято решение Совета народных комиссаров Чуваши о том, чтобы подготовить лечебное учреждение Чебоксара и Чуваши для приема раненых. И к 13 июля здание уже было абсолютно готово для приема первых больных и раненых. А 8 августа в 9 утра в Чебоксаре прибыл первый эшелон с ранеными, которые и поступили в этот самый госпиталь. В первые месяцы войны в Чебоксарах открыли три эвакогоспиталя. Раненых привозили по железной дороге и по Волге. Пристань была рядом и оттуда в больницу бойцов несли на носилках. В этом здании разместилось еще и медицинское начальство, управление эвакогоспиталей Наркомздрава Чувашской АССР. Телефон, печатная машинка, бумага, чернильница и керосиновая лампа на случай перебоев с электричеством. Вот и все, что в те годы требовалось руководству. Дети госпиталя еще были профилированными. Они так просто ранены, на тебе, пожалуйста, в госпиталь. Они были предназначены исключительно для лечения больных туберкулезом, для лечения раненых в нервную систему, органы нервной системы, для лечения с ранением нижних и верхних конечностей, для лечения органов зрения и так далее. Профилем этого госпиталя номер 3057 стало лечение солдат с тяжелыми ранениями ног и внутренних органов. А с декабря 41-го сюда, к профессору Чемолосову, стали привозить бойцов раненых в глаз, и число коек увеличили до 400. Врачей в тылу не хватало, многие были призваны на фронт. Главный хирург был Сельмашонок, кандидат медицинских наук, Белорус, из Белоруссии эвакуированная сюда. Он организовал всю хирургическую службу в его госпитале города Чебоксары. Спустя 70 лет после победы в этом здании открыли музей истории медицины, и первую экспозицию посвятили именно военному времени. Воссоздать интерьер операционный не получилось, а вот для сестринской экспонатов вполне хватило. Собирали их почти 10 лет. Вот раньше переливание крови проходило вот в таком виде. Сейчас это уже музейная редкость. Вот мы единственный экземпляр еле-еле нашли. Это нам благодаря медицинской сестре поликлиники хлопчатого бумажного комбината. Был период, когда шприцы были многоразовые, то есть их кипятили. Видите, какая тупая иголочка. И этой иголочкой, ну вот и кололи всех. Они были тупые. Медицинские сестры любыми способами пытались их немножко подточить. Но, увы, ужасные боли приходилось принимать. Но это было лучше такую боль принять, чем умереть от какой-нибудь заразной болезни. Инструменты стерилизовали над керосинкой. Формулу крови определяли с помощью вот такого счетчика Гейгера. В качестве наркоза перед операцией бойцам давали стакан водки, тем, что были повыше и покрепче спирта. Хирурги почти не выходили из операционных и выхаживали больных медсестры. Многим солдатам нужна была не столько медицинская, сколько психологическая помощь. По воспоминаниям нашей последствий известной чувашской детской писательницы Валентины Чаплиной, она тогда училась в сельхозинституте, институт действовал. И она писала, вот дежурю в госпитале. Рядом молодой боец, ему 18 лет, и он буквально потерял ногу. Мне надо его как-то успокоить. Сейчас доглажу бинты и пойду успокаивать этого бойца. В Чувашском художественном музее хранится картина белорусского живописца Льва Аронова, написанная как раз в госпитале 3057. Палата типичная, но пейзаж за окном. Волга, очертания восточного косогора, Успенская церковь выдает чебоксары. За прошедшие десятилетия этот вид не слишком изменился. В 43-м году госпиталь отсюда перевели в АллатР, и врачи вернулись к своему профилю. Продолжили лечить трахому. Только в 69-м году было объявлено, что эта болезнь в Чувашии полностью побеждена. Оперировать трахомных больных поначалу предложили и приехавшему из Ростова молодому хирургу Святославу Федорову. Но ему это было неинтересно. В тот момент Чувашский трахоматозный институт уже стал филиалом Московского института глазных болезней имени Гельмгольца. И Федоров возглавил здесь клиническое отделение. Я первый раз с ним познакомился летом 59-го года, когда он приходил на Могу утром рано. Очень много писем. Каждый был чемпионом Чувашии по плаванию. Очень даже ездил на соревнования Чувашии. И это при том, что одной супни у Святослава Федорова не было. 17-летним мальчишкой он попал под трамвай и ходил на протезе. Мечтал стать пилотом, но из-за этого несчастного случая так и не смог закончить Ростовское летное училище. Пошел в мединститут. Потом он вспоминал. В Ростове работы не было. Глазных врачей больше, чем нужно. Многие трудятся на полставки. Первое время, месяца 8, я работал ординатором Ростовской областной больницы. Наконец, случайно встретился с женщиной, вместе с которой учился в ординатуре. Теперь она работала в Чебоксарах. Она мне предложила ехать к ним в филиал института Гельмгольца, где как раз нужен был заведующий клиническим отделением. Как Федоров приехал, помнит Нина Назарова. В конце 50-х она работала в этой больнице секретарем. Здесь сидела я. Так вот, у этого окошка был стол. Стул. Машинка. И жила здесь же. У работников филиала были квартиры в соседнем доме. Две комнаты на втором этаже отдали Святославу Федорову. Здесь, на кухне, в один из вечеров 59-го года, был создан первый в СССР искусственный хрусталик, который потом вживили в человеческий глаз. Федоров тогда не мог спать ночами, пытаясь понять, с чего начинается процесс помутнения хрусталика и как можно спасти больных катарактой. Он совершенно случайно наткнулся на статью в иностранном журнале о том, что за рубежом делают операции по замене хрусталика. Эта идея полностью завладела им, и он решил попробовать сделать это здесь, в Чебоксарах. Конечно, на первый взгляд, эта идея была просто немыслимая. По крайней мере, заместитель директора, с которым он поделился своими идеями, посмотрел на него как на инопланетянина. Но, тем не менее, ему не запретили заниматься этой работой. Мильман, слесарь с электропаратного завода, ему они вместе вытачивали эти хрусталики вручную, и он эти хрусталики ставил вперед кроликом, а потом уже Петровой поставил. Ленин, 12 лет. В 60-м году Святослав Федоров, которому ассистировала лишь одна медсестра, провел четыре такие операции, и все успешно. Результаты радовали, но поле для исследований только увеличивалось, и Федоров всю жизнь находился в поиске новых методов лечения, ставил перед собой, казалось бы, невыполнимые задачи. И вот мы сейчас будем вместе с физиками разрабатывать проблему, как сделать так, чтобы нажатием кнопки за одну стотысячную секунду произвести сегодня то, что мы сегодня делаем за 15 или 20 минут. Это возможно. Ведь самое главное, мы поняли принцип, что ранение на молекулярном уровне, не убивающее молекулу, позволяет создать новый участок молекулы, новую частичку, более юную, более молодую, чем это было до этого. Но тогда работать ему не дали. Чебоксарское начальство гордилось. Таких операций даже в Москве не делают. Но столичные чиновники вдруг потребовали прекратить. Эти эксперименты на людях объявили их ненаучными. В 61-м году директором Чебоксарского филиала Института имени Гельмгольца назначили Федора Пуршева. И всю работу Святослава Федорова он начал рассматривать придирчиво, досконально, словно под микроскопом. Поняв, что ему здесь больше делать нечего, он решил уехать, подал заявление и был тут же отпущен. Когда он явился в Москву, ему сказали, подождите, но вас не имели права отпускать, вы обязаны вернуться. Его восстановили на работе, выплатили даже ему компенсацию за 20 дней вынужденного прогула. Но понимая, что, в общем-то, здесь больше ничего не будет, он все-таки подал документы в другие лечебные заведения и по приглашению из Архангельска поехал туда. Операции по замене хрусталика прекратились. Ушел не только Федоров. Все, кто его поддерживал, работать с Пуршевым не смогли. Пройдет 26 лет, и Святослав Николаевич, уже имея мировую известность, вернется в Чебоксары. Именно здесь он построит первый филиал МНТК «Микрохирургия глаза», который ежегодно будет делать больше 20 тысяч операций. Он был до такой степени выдающийся человек, когда с ним общался, загорался его энергией. Он всех заражал своей энергией. У него потом голос такой был притягательный. Он так умел построить разговор с нужным, интересным человеком. Не то с нужным, а с интересным человеком. И у него был колоссальный кругозор. После ухода Святослава Федорова глазные болезни здесь лечили еще два десятилетия. А в 81-м году офтальмологи перебрались в новый корпус на улице Ашмарина. В следующие 30 лет в этом здании работали кардиологи. В середине 2000-х уехали и они. Но голоса медработников здесь никогда не смолкали. Теперь врачи со всей республики приезжают сюда на курсы повышения квалификации. Тем более, что атмосфера здания способствует самосовершенствованию. За 78 лет в этих стенах была написана не одна сотня научных трудов и прошло немало уникальных операций. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова